приветствую сейчас на виду пока навожу точность скажу пару слов снова завалили вопросами как на наждачке это сделать чтобы не было грязно не было с камнями дорогущими что связано там и дешевыми и дорогими без разницы я вам скажу одно вы давайте это завязывайте с таким вопросами а то мало того что меня уже отписывается я принципе не переживаю тот мне отписался тот не был то есть как бы со мной он был рядом где-то недалеко но не со мной но все же вы знаете сколько вот таких вот людей которые то есть против таких вот подобных способов то есть или как-то лично или как-то я не знаю лучше вообще не делать последний раз показываю если вам как то есть сказано было у меня сегодня по телефону в письме то есть два уже вопрос только только за сегодня по этому способу плюс ранее спрашивали как быть чтобы без воды без грязи дешево быстро найдете наверно какой-то брус у меня брус гранитовый найдете допустим если там деревянный брус без разницы наклеил на него стекло из органики где-то миллиметров 8 или 10 не помню 8 на 1 глаз нет органики текстолит там стекло обыкновенные толстые только главное чтобы поехать было ровно и струбцины прижимаете с помощью ровной пластинки не получается установить штатив чтобы прижим слава прижималась девайте на бушник и только вот в ту сторону от струбцины только в ту сторону да это всем канонам противоречит что там нужно доводку делать именно встреч они по острию то есть как бы я почему и говорю зачем мне его снимать вам видео которые противоречат многим там ученым степеням этому делу ну знаете что вот так я точу лично себе бритвы вот именно свою который я бреюсь переворачивайте то есть и другой стороны тоже самое это клеим стопроцентно кстати почему наушник если не клеим то без наушника тоже самое это вот две тысячи две пятьсот есть мирка наждачка гридность вы наверно уже заметили не заметили не знаю две две с половиной тысячи это и вот бумажки одной обрывочка от листка вам хватит если у вас примерно одна допустим бритва хватит на заточек 20 то есть если вы затачиваете даже там пускай раз в год хотя это уже даже не нужно но пускай допустим то на 20 лет чисто без воды быстро бред отлично после этого бритва ну конечно обязательно после на ремешке на ремешке обязательно с пастой на ремешке я не советую вот так что думайте сами нужна вам паста или не нужна я лично с пастой сгои но не советую никому но я лично с пастой все заусенчик попер по всей длине пора на ремень я ответил принципе на вопрос да поэтому давайте без этого как говорится еще то есть ну вы уже в принципе все знаете кто что не не до какой-то недопонял что-то может еще есть предыдущих видео причем там прошлого позапрошлого года где вот это вот или в письмах пишите спрашивайте по телефону звоните спрашивайте но youtube и вывешивать вот такой вот такой способ мне не интересно потому что со мной начинают бороться со мной начинают бодаться а мне это надо я например так вот свою бритвку сдачу и я счастлив как никогда зачем никому-то что-то доказывать и кого-то учить правильно так что не советую вот так вот затачивать но свою бритву именно я значу только так им также про ремень скажу не советую вам с пастой но я только с пастой делаю то есть я весь такой неправильный все делаю неправильно поэтому уже решайте сами как вы будете делать и как правильно это для вас авторитет тот или иной человек который вам подает ту или иную информацию ну все пока что а я сегодня занимаюсь чем то есть я сейчас притачу раз два три три бритвы клини приточу почему чтобы было красивше было острее было удобнее бритье так вот надо это раз и два ска говорится вот с этими клинами себе продолжу работу если что-то будет интересно и будет чтобы вообще показать с такими вот вещами то прикреплю к этому видео вторым там третьим как получится то есть все зависит от обстоятельств поехали ну что ж два двигаются клинки сейчас в таком состоянии что вот еще легкая полировка по обушкам насечка ожидается и травление следующему уже будет травление так вот они сейчас таком состоянии вы конечно не смотреть тут особо так мелочам не присматривайтесь то есть все в таком грязном состоянии так принципе так же все выглядит все остальные таком же мазанном состоянии но они уже близки к тому что вы сейчас вот еще до полирнуть этим местом и насечку сделать дела двигаются нажали у меня камера нет такой нормальной то есть не числе фону снимать а через камеру что прямо четкость изображений прямо с мелочами как бы прорисовывались но это надеюсь далеком будущем надеюсь это избыточная мечта ну надеется одно и доработать дальше и также надеюсь что я сегодня уже покажу продолжение может какого-то уже результат какой-то уже с клинками то есть завершительный такой то есть что перейти уже к праву все пока все иду дальше работать упс а у меня готовые клиночки честно сказать не ожидала сегодня сделать просто все как по мази пошло и как-то вот так вот все уже получилось что я хочу сказать за . конечно еще покажет что к чему что и как но покажет результат меня радует вот так все выглядит носичка классический тут латунькой обработал так это второе так вот вышел хорошие да прям как-то это вот в живую туда как-то поинтереснее сможете сейчас на видео даже не на видео через монитор смотрю нормально без монитору так раз а там здорово там прямо здорово тоже латунь его работал хорошо когда все хорошо получается вот именно это радует радует конечно процесс радует но еще больше радует результат вот ради этого можно работать пусть за так пусть минус пусть там они показывают пусть еще как-то но вот этого дорогого стоит а то что у меня там где-то называют мастером ведь как сделать блестящими чтобы так захотелось мастер не мастер там туда все приятно приятно слышать но именно радует тот сам процесс и вот сам результат именно это приносит и сказку в жизнь хотя для кого как как то есть сказка выглядит по разуму всех некоторых это сказка на боли где-то там на экваторе как по мне там это скучное занятие ну там ладно там день два три все с ума сойти а вот тут я каждый день и каждый день хочется и хочется что-то делать 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 так в общем я такие мысли мне хочется сейчас первоначальную заточку сделать то есть такую легкую что чтобы она вот заусенец то спустил по всей линии а не убрал его чтобы руки тут не зарезать пока их собирать там буду во право пока что но чтобы уже видеть что результате получится и поэтому мне кажется я сейчас к этому видео еще одну приклею уже с первоначально за . чтобы можно увидеть хоть какой-то тому же результат вот именно по заточке клинков погнали тоже успел все смотреть даже какая будет примерно какая-то . накажет будет не такой потому что она меняется там во время доводки полировки но давайте начнем слева как него пристать вот за . я в принципе не особо доволен то есть нет ну ровно там в общем ровно да хоть тут и по грязному там прям сделан сейчас изусенец хороший везде ровный прям то есть быть будет отлично но красоты особенной какой-то нет как же показать она не блестит нифига сейчас она на грубо прям сделано на тысячи грит вру вру какие тысячи но в семьсот вот так вот . могла быть лучше особенно то сейчас двух установить ведь как она маленько угульнула как следует даже можно было выправиться до во время потом заточки то есть основной естественно буду ее там уже четко выводить чтобы она вся была такая была струночка но здесь она идеале струночки уже вот пример тут не будет с левой стороны тоже немножко да хотя нету вот от страны да не радует остальное все отлично сейчас открою секрет если вообще кому он интересен почему вот может у кого-то возник вдруг вопрос почему вот на этой примерно гибридовки вот с одной стороны идет какая-то легкая такая вот эта неровность по линии заточки потому что я обычно только поперек шлифовку делал только поперек а в этот раз захотелось сделать вот такую фигуринку делал наискось то есть 45 градусов таскал вот это именно и больше ничего и только это сыграло вот это вот злую шутку но она не настолько злая чтобы прямо говорить там вот все плохо вот туда-сюда вот еще разочек может извлека лучше на подсвечивать сблизи там вообще ничего не свечи да вот вот давайте вот видите тоже станшение она покажем выправиться но не максимально не на сто процентов выправиться то есть это имеет место быть без монитора посмотрю вот здесь вот расширение глаза бросает если без монитора нет нет вот так вот то есть даже теперь не знаю радоваться ли мне тому что я их сделал или не особо не кажется рабочие лошадки полноценно рабочие лошадки вот прям вообще конкретно но вот этот изящность прямо то есть окончании вот этой вот работы в изящности со но она потеряна пускай там даже я конечно при этом тонкой заточки все это вы выправиться но не максимально не на сто процентов вот тут мне кажется радуется принципе ты нечему ну да ладно уж мем в цене и вопрос так как это и порешаем два в одном сделаем вот вот примеру недавно и отправлял тут клинышек вот видео даже может видел уже игорь боился клином складным там синяя права корейской березы стабилизированы вот там примеру вот эта полосочка идет настолько тонкая настолько ровная что то есть лучшего желать уже нечего просто там максимально отлично просто максимально отлично вот если в сравнении вот с этими пример сравнивать так что вот я как бы и рад и расстроен одновременно тем что он сейчас сделал но как говорится сопли пускать не будем сделаем сделаем все будет нормально причем они подоступнее в цене выйдут а это уже может кому-то будет и плюс вот работать будут также как любой клин с такой шириной то есть такой толщиной а давайте померяем сколько же она они у нас в итоге то вышли я как-то замерял в грязном таком состоянии то есть черновом исправить сказать туда надо все отсвечивает но практически почти 16 миллиметров шириной тут чуть шире кажется 16 половиной толщиной шириной и толщиной они получились ну тут отблеск 5,9 по моему почти 6 тоже 5,8 5,9 где-то 6 ровно 6 с мелочью почти 6,1 вот такая вот геометрия вот такие вот как говорится вот эти соотношения толщины и ширины все не буду мутозить вас по времени не буду вам мозг канифолить все на сегодня новости больше нет и как говорится до новых встреч увидимся